Ну что ж, начнем с... Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала Энергии МСВ, и по-прежнему Сергей. Вы смотрите новое прохождение из нового дополнения, которое вышло буквально вот сегодня, 8 марта 2018 года, к игре RIM 2 Total War Emperor Editions. Блин, опять я не выговорил этот Emperor, Emperor, Emperor Editions. Edi... Edithium, Edithium, мать его, английский. Так, ладненько, это дополнение к большой кампании. Дополнение называется Desert Kingdoms, государство пустыни, и в этом дополнении у нас 4 фракции. Сейчас я начну по порядку. Начнем мы с массасилов, фракции массасилов. Итак, массасилы. Прежде чем... Подождите, сейчас мы посмотрим, вот это вот общее описание идет ко всем фракциям, идет ко всем фракциям. Общий у них, получается, у этих фракций идет воин на пустыне, боевой дух всех отрядов в сражениях в пустыне плюс 10. И минус у них дает древние традиции, скорость исследования минус 7. Типа, к новым технологиям они относятся как-то не очень хорошо, постигаются, да? Они больше придерживаются древних традиций, культуры данной. Ну что ж, давайте-ка. Первый выберем легендарный уровень сложности. Год начала у нас 272 до нашей эры. Базовая сложность тяжелая. Я... Прежде чем было основано Нумидийское царство, берберы делились на два племени. Берберы делились на два племени. Массилы и Массисилы. Массисилы. Массилы и Массисилы. Оба этих племени славились своими воинами, которые часто силой оружия улаживали свои споры, разборки, короче, всякие устраивали. Как между собой, так и между племенами. Однако у Массилов, помимо прочего, были хорошие отношения с Карфагеном. Блин, это неплохо. И это одной из основных причин, почему Массисилам стоит заручиться поддержкой Рима. Тоже неплохо. Карфаген и Рим. С помощью сильных союзников царь Массилов мог бы превратить свою державу в могучее государство. С другой стороны, Массисилы – сильное и воинственное племя. Теперь получили возможность самостоятельно вершить свою судьбу без вмешательства местных держав. Возможно, они захотят объединиться с гетулами, своими западными братьями, мирными или иными путями. Кроме того, можно двигаться на восток в провинцию Фазанию. Какое бы решение ни приняли Массисилы, их вождь больше всего мечтает объединить все племена берберов или берберов и построить государство-крепость на плодородных землях Северной Африки. Так, далее. Западный засадный отряд. Блин, западный отряд Сережа. Соберись. Шансы на успех при нападении из засады плюс 50. Просто это дополнение вышло буквально вот прям, не знаю, 20 минут назад. И я не ожидал. Я забыл совсем. Я забыл сегодня же 8 марта. Всего же 8 марта. И я все сразу бросил, сразу сел, короче, цветы и все, покидал. И сразу сел пилить, друзья. Извиняюсь за ошибочки, извиняюсь за то, что запинаюсь. Ладненько, поехали дальше. Так. Шансы на успех при нападении из засады 50%. Хорошо, значит, засады нам на руку. Засады мы любим. Засады мы будем применять по любосику. И наскок. Количество выстрелов минуты для всей конницы плюс 12%. Угу. Конница выгода нам тоже медь. Ну и все, давайте уже начнем мы компашку. Компанию. В стране и в ближ, ближ, ближайших государствах, у границы, которые лежат с нашим Римом. Много лет наш народ жил в тени могучего северного соседа Карфагена. Но времена меняются. За морем происходит что-то важное, и это может повлиять на нашу судьбу. Мы должны быть готовы к тому, чтобы извлечь выгоду из сложившейся непростой ситуации. Для этого нам нужно объединить наших братьев-берберов в Северной Африке, гетулы разумный народ и честные воины, а гараманты, напротив, непредсказуемые и весьма себе любивые. В любом случае племена нужно объединить миром или мечом. Согласен. Так, новая задача. Объединение берберов. Массилы были всего лишь одним из многих берберских племен, кочующих по пустыням Африки. Однако благодаря дипломатии и грубой силе им удалось объединить все эти племена под единым знаменем. Ну что ж, они собрались с духом, это хорошо. Сильное государство должно идти вперед. Получить власть. Цели у нас получить власть над следующим количеством поселений. Тремя поселениями. Это Мигдол, Цедан и Гарама. Так, новая дополнительная задача. Награда нам 3000 в казну будет. Доход у нас пипец какой маленький сразу. Обращаю внимание. 788. Хлебушек 4. В казне 3000 золотых. Так, раз отряд. Два отряд. Так, у полководца это что такое? Это что такие? Царь Миципса. Миципса. Номидийские копейщики. Так, рабы-пехотинцы. Два отряда прачники-африканцы. У второй армии... Так, номидийские копейщики. Рабы-пехотинцы. Два отряда и три отряда прачников. Ну так, наверное, дело не пойдет. Нам, наверное, все в одну армию надо будет делать. Так, Карфаген. Соседство с Карфагеном. И Олк. Поселение провинции Мавритания. А у нас, получается, Демиди, наша столица. Городок большой провинции. Провинции тоже Мавритания, которые под контролем Карфагена в основном. Ну и Гетулы, с которыми нам предстоит объединиться. Ланико посмотрим на политическую карточку. Ну, карта. С Карфагеном, в принципе, это... С новым Карфагеном. Извиняюсь, друзья. С новым Карфагеном. В принципе, пока неплохие отношения. Вот с новым плохо. С самим Карфагеном неплохие отношения. С гутулами очень хорошие. 55. Так, с гутулами, что ли? Привет, самый лучший друг. Будь в доме. И говори, как бы, перед твоим собственным огнем. Привет тебе, любезнейший друг. Чувствуй себя, как дома. И говори так, словно сидишь у собственного очага. Дружественные слова. Спасибо. Так, у нас идет торговля. Хорошо. Военный союз. Так, оборонительный союз. Умеренный. Нифига. Денюшки хотят. Так, ладненько. Далее у нас соседи. Гармантида. Минус 17. Очень плохо. Ливия. Минус 10. Очень плохо. Карфаген. Будьте добрым и сидите. У нас много, чтобы обеспечить. Умеренный, сомнительный. Договор о непадении, в принципе, подписан. Так, новый Карфаген. Я буду пациентом оборудить. Торговое соглашение. Так, торговое соглашение и требует 400 золотых. Ну что ж, ладненько, давайте. Так, уверенный, надежный. Новый Карфаген воюет у нас с Турдетаном. Торговое соглашение у нас подписано. Очень хорошо. Так, с Гитулами, с новым Карфагеном, то, что мы подписали отношения, не понравилось им. Торговое соглашение. Почему же не понравилось? Нам надо как-то укрепляться. Гармантиду. С Гармантидой, может быть, пока начать воевать с новым Карфагеном. Блин, не знаю. Не стоит, наверное. Хотя... Блин, сам Карфаген мы не захватим. Можем его не потянуть. Тингис. Ну, лядно, лядно. Торговое соглашение, это же не договор о ненападении, правильно? Немножечко нам прибавить денежку к казну. 833 у нас сейчас доход каждый ход. Так, и, наверное, нам надо захватывать. Если идти захват с новым Карфагеном, начинать войну, то Тингис захватывать. Тингис. Это у нас стены, это у нас хорошо. Это у нас зергут. Так, теперь военные и... Так. Общественные технологии. Ну, давайте с военных начнём. Поставки фуража, боеприпасов всех дальнобойных отрядов плюс 25% позволяет нанимать воителей первого ранга. Да, отлично, всё сразу уже. Итусы по стройкам, палатка пехоты, завод лошадей. Хотя, если мы сейчас посмотрим на наше поселение, может быть, и мы что-нибудь переменим. Нет, мы ничего переменять не будем. Так, хотя... Технологии это у нас что? В тактике. Отлично. Что у нас за поселение, что оно нам даёт? Тренер лошадей. Тренер лошадей, лошади первого уровня после набора. Скорость конница плюс 5%. Великолепненько. Конница пустыни. Ну, что там за конница пустыня? Конница пустыни. Ближний бой. Защита ближнего бою. Так, дальше. Конные застрельщики. Гитулов. Рабы-пехотинцы. Ну, медийские копейщики. Уже отряды идут с двумя лычками хорошо прокачаны. Видите, да, тут? Если отряд выбираешь, то вот уже прокачанность идёт от лычек. Беленькая шкала. Так, содержание 90. Содержание 75. Ух ты! И у рабов-пехотинцев вообще содержание 15. Так, урон оружием. Бонус в натиске. Урон снарядами. Это у нас застрельщики. Ну, давайте по одному отряду. Может быть, в принципе, два отряда мы конница пустыни наймём. Ладно, давайте три отряда конница пустыни. Конница у нас необходима в армии. Так, здесь у нас военачальник. Который. Неплохой у него военная подготовка. Великолепно. Давай в армию заниматься военной подготовочкой. Прокачивать наших дальше бойцов. Так, у полководца мы прокачиваем лошади первого уровня. Так, сейчас у нас базовый боевый дух что-то занижен. Так, прокачали. Прокачали. Что у нас тут на политическом плане? Царь Миципса. Миципса и из других семейств у нас получается, что Каркомани. Полководец. Массилы. Противоборство как раз Массил и Массисилов. В принципе, этого дипломата. А, уже не зашлёшь. У меня, наверное, денежек мало. В принципе, пока всё. Ход можно завершать. Первый. Первый ход можно завершать. Блин, даже не знаю. На новый Карфаген идти, идти. Но пока у нас сейчас найм идёт. Ладно. Допустим, мы захватим. Возможно, даже разграбим. Хотя, нафиг разграблять. Нам надо сразу и Тингис идти. На Тингис. Наверное, туда мы, в принципе, и пойдём. Сделаем тогда мы вот как лучше. Вот как лучше мы сначала сделаем. Через пустыню же нам идти, да? Блять, тут мы не помрём. Наши воины не помрут. Если я, например, путь вот сюда проложу. Тихо, тихо, тихо. Как ты пойдёшь? А он не пойдёт, блин. Потому что военная подготовка. Я хотел поближе подойти. И потом там поднанять воинов. Ну ладно. Раз такого нельзя сделать. Пускай тогда здесь нанимаем. Хорошо. Надо было мне по-другому сделать. Ну, чё ж теперь? Так. Микдол. Микдол. Военным бы союзником ты бы стал. Было бы замечательно. Если я тебе... Ну, пускай 500 приложу. Предложил. Нифига. Оборонительный союз умеренный. Так, оборонительный союз, значит, продолжаем. Обсудить мы поты. 300, например. Отлично, согласились. Хорошо. Следующий ход будем пробовать военный союз заключить. Заключить военный союз в Демидии. В Демидии. Сколько у нас тут? Шесть отрядов воины племен. Два отряда. Намидийские копьями на теле. Три отряда. Один знатный. Намидийская пехота. Ну и все. Завершаем ход. Первый ход ушел в небытие. Играем из-за массилов. Новое дополнение. К игре Рим 2 Total War. Empire Edition. Дополнение. The Seconds. Объявлена война. Карфаген и Гарамантида. Это хорошо. Отчет по хозяйственной части. Войска наняты. Это нам надо будет как-нибудь в дальнейшем использовать. Эту войну. Так, минус 18. Карфаген. Возможно, у нас... Мы бы улучшили, в принципе, отношения с Карфагеном, если бы с Гарамантидой пошли воевать. Потому что с Карфагеном у нас целых 22. Отношения. Гарам... Гарамантида. Блин, у нас одна вера. Штрафы у нас за что идут? Переход границ державы. Когда-то мы переходили границы. Нарушали и договоры с Карфагена. Минус 11. Очень большой штраф идет. Минус 11. Так, гитулы. Ладненько, гитулы. В военной союзке. А что там еще у нас есть? Право прохода. Тоже нафига. Ладно. Собаки накидитесь пока. Потом сами прибежите. Ладненько, наверное, пошли по-тихому. Потопали. Ага, уже поздняк. Даже бы, если бы я и потопал, новый Карфаген уже нанимает отряды. Значит, нам надо расширять свои территории и идти нам надо на Цедам. В Цедаме по-любому нас встретят армии врага. Так что, не расслабляемся. Идем мы. Сейчас, друзья, я еще посмотрю у нас. Так, власть. Получить власть тремя провинциями. Это Мигол. Цедам. Цедам как раз у нас хватит. И Гарама. Вот так вот. Цедам и Гарама нам надо захватывать. Надо захватывать. Да, по заданию. 3000 в казну. Второе. Заставить фракцию присоединиться к вашей конфедерации. Мощь Карфагена. Вести войну с этой фракцией. Карфаген. 1500 в казну. С Карфагеном по-любому нам придется воевать. Значит, договор о ненападении подписывать мы не будем, что с Карфагеном, что с новым Карфагеном. Так, получить власть на 90. Италия. Но это все в будущем. Это все в будущем. А здесь все в будущем. Значит, в ближайшее время нам надо пока расширить территории. Нам надо экономику поднять. Нам надо Гараманту и вот это вот запокорить, разгромить. А у них что в Цедаме? Блин. Цедам. И вот как раз Гарама. Гарама. Это столица, это область такая. Тут всего два городка, да? Гарама и Цедам. Мы как раз Фазанию захватим. И она, она неплохо будет бабки, в принципе, приносить. Да? Да. Вот сюда мы на Гарамантидов тогда идем. Да, друзья. Все, пошли вперед. Хотя, что вперед? Давай армию сюда высаживай. Мне вот сюда вот всех бойцов. Хотя, копейщиков парочку оставь себе. Или же, ладно, троих оставь. Поддерживать тут порядок. Блин, порядок все равно минус 5. Ну, хоть что-то. И мы пошли границы поближе. Так, прокачка идет. Найм пошел 507 доход. Нанимать нам все равно надо. Не надо. Так, бойцов ближнего боя у нас есть. Все равно намидийских копейщиков надо будет поднанять. Давайте 4 отряда. У меня уже 19 будет. И тогда, блин, прачников дофига, воины, племен, застрельщики. Мы уже от них избавиться. Ладно, пускай будет так. Далее посмотрим. Далее увидим. Далее поглядим. Планы определились. Что мы будем делать? Так, домочадец или предмет? Нет никого. Никого мы сюда. Полководец у нас. Митипса. Ты же у нас бессмертный? Хотя нет, 35 лет. Так, царь. Хороший предводитель. Вдохновляет своих людей во всех делах. Авторитет, заход плюс 4. Влияние вашей партии, заход плюс 3. Вся фракция. Содержание всех сухопутных отрядов. Минус 10%. Вся армия боевых двух отрядов. Плюс 10%. Так, политика. Хотя вот здесь у нас 61 из 100 поддерживает на царство. Защита. Под защитой 19 ходов еще. Конкуренты. Жаждет знаний. Что это дает? Минус 10 кверностей, если влияние партии меньше влияния правящей партии. Ксенофоб. Минус 2 кверности за каждую фракцию, с которой вы заключили договор. Блин. Миркантильный. Плюс 1 кверности за каждое заключенное торговое соглашение. 39 сенаторов поддерживает данного вождя, данную партию. Минус 4 кверности. Это плохо. Влияние 39%. Ну, способ, если что, мы найдем от него избавиться. Так, ладненько. Еще раз, гитулы. Не хотите в военный союз заключить? Не хотите. Ну что ж, как хотите, завершаем ход. В принципе, можем в наглую грамантом перейти границу. Повышение ранга. Дак, военачальник. Великолепно, просто великолепно. Это наш военачальничек, который занимается прокачкой наших отрядов. Обучением войск. Объявлена война. Гитулы. Гитулы. Новый карфаген. Ух ты. Гитулы. Куда же вы полезли? Ептать. Все планы, смотри, а нам нарушили. Ну да ладно. Отчет по хозяйственной части. Войска наняты. Гитулы. Новый карфаген. Малешкин ход, а. Ну ладно-ка, друзья, на этом я завершу первую серию. Прохождение. Прохождение нового дополнения к игре Рим 2 Total War Imperial Edition. Дополнение это Desert Kingdoms называется. Играем мы за фракцию Масисилов. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, предложения, пожелания. Крепкого здоровья, успеха в делах. Мирного неба над головой. До скорой встречи. Пока-пока.